Семинары предполагают видео формат. Можно что-нибудь сказать для тех, кто начинает. Может быть, что-нибудь новенькое удастся вспомнить и проговорить. И поскольку взрослый человек берется за кисти, у него иногда даже нет никакого, бывает даже, что никакого опыта в детстве в рисовании, то ему нужно как-то сориентироваться в пространстве для того, чтобы как-то этот творческий процесс, творческий процесс именно обучения, не самого письма конкретной картины, а творческий процесс обучения превратить в результативный, умный и быстренько-быстренько добиться тех минимальных результатов, которые необходимы, чтобы вести красивую, интересную жизнь художника. Чего я всем вам желаю, поскольку это действительно очень интересная жизнь. Вы, наверное, много видели людей, которые бросили бизнес или еще что-нибудь ради живописи, и, наверное, не видели ни одного художника, который бросил бы кисти, и даже зарабатывая на свои картины безумные деньги, бросил бы кисти и занялся бы бизнесом, например, да? Или еще в бухгалтерию пошел бы. Есть такие, может, извращенцы? А поэтому жизнь художника — это какой-то вид извращения, который можно было бы в книгах описать. А поскольку жизнь художника очень интересная, ее и нужно усвоить. Не превратить живопись в каторгу для себя. Вот захотела научиться живописи, захотел. А в итоге смотришь, какая гора перед тобой. И руки опустились, все это ушло в сторону и снова вернулось в бухгалтерию. Ну и еще. Чтобы этого не произошло, а чтобы действительно быстро-быстро получить все блага, причитающиеся художнику. А если вы знаете, может быть, я вам, по-моему, в Библии есть слова о том, что художником город благословляется. Понятно, что те города — это тысяч пять населения, но в те былинные времена художником благословлялся город. То есть если был в городе художник, то это было особое благословление. То есть, вот как ни странно, ни композиторы, ни певцы не удостоились такой чести, как художники. А живопись, она умеет говорить без слов. Вот то, что словами невозможно сказать, говорится языком изображения. И это дает право художнику выплескивать именно свою эмоцию, свое внутреннее видение, своего внутреннего человека на холст. И в меньшей степени может быть акцент на ремесленный успех, что для вас становится очень ценным. Потому что ремесленный успех к вам придет не мгновенно. И может быть для некоторых довольно нескоро. Ремесленные достижения. А вот выплеснуть своего внутреннего человека — это вы можете сделать в любой удобный для вас момент. То есть взять кисти, краски и с пониманием задачи, то есть задача как раз будет состоять не в том, чтобы что-то изобразить, а как изобразить. То есть может быть даже абстрактно изобразить. То есть в любом случае, когда человек берет краски, он выбирает, делает определенный отбор, свой личный отбор в цвете, свой личный отбор в тех предметах, которые он изображает. И даже наивное изображение этих предметов в наше время является языком живописи. То есть наивная живопись так и называется. И, конечно же, это может найти зрителя. Что, собственно, главное в нашем найти зрителя, со-таинника этим переживаниям, этому световому переживанию. И как бы нет вообще препятствий для того, чтобы из-за этого. Нет никаких препятствий для того, чтобы с удовольствием заниматься живописью, кроме самого человека, который в силу какой-то заскорузлости, окаменелости души не может всерьез раскрепоститься на холсте. Понятно, что для ремесленников, таких как я, как профессиональные художники другие, которые получили этот опыт рисования и имеют ремесленное умение, живопись более подручно. То есть хочу изобразить и изобразил. Можно даже и не думать, как изобразить, просто брать и изображать. И ты вполне что-то внятное нарисуешь. Но в наше время это внятное не всем интересно. В основном даже неинтересно. То есть умеющие рисовать художники потихонечку уходят на второй план. А умеющие выплеснуть свое какое-то внутреннее состояние, переживание, вот они становятся главными фигурами современной живописи. И путь от начинающего художника к полноценному художнику сокращается просто до... Сегодня можно стать нормальным современным художником. И если преодолеть маленькое условие, так же как у психологов там есть свои терапевтические способы преодоления проблемы человека, а также и в живописи можно преодолеть свою заскорузлость, закрученность, окаменелость, остеохондроз душевный. Просто взять, при этом прыгнуть, по-выблению. Что и, собственно, и стоит сделать начинающему, взрослому начинающему художнику. И вот для сравнения, вот импрессионисты, там среди импрессионистов есть люди, которые пришли в импрессионизм, хотя это было век назад или уже полтора, пришли в импрессионизм с улицы, без клерков и других людей. В силу того, что идея импрессионизма была легкодоступна для исполнения, и это действительно так, то есть выучить живопись а-ля Мане, а-ля... Освоить, вернее, живопись а-ля Мане, а-ля Ренуар, очень легко. То есть буквально два десятка копий импрессионистов, и вы вполне сможете писать в этом ключе. Вы можете брать любую фотографию, не картинку, уже чужую, вернее, репродукцию картинок, а брать любую фотографию и перевести ее на язык импрессионизма. То есть мелкий мазок переводит фотографию любую, или вы вышли на пленэр и пишете с натурой, мелким мазком вы просто сразу переводите на язык живописи. А поскольку это, как правило, лиревца, далечки, облаченники, то, конечно, все это очень легко изображается, даже если вы никогда этим не занимаетесь. Потому что достаточно перейти на мелкий мазок, вы получите что-то приличненькое. То есть сама технология дала возможность... Ну а тем более в современном мире, если полистать журналы, походить на выставки, пощупать эту, присмотреться к этой живой лихе близко, вот прямо смотреться, как они это сделали, конечно, уже попробовал. Когда человек попробовал, после роботов многие, когда посещают эти музеи и выставки, говорят, как мир преобразился. Я теперь прихожу в музей, я вижу, что видеть. То я отходила подальше, чтобы увидеть, что же там нарисовано, а теперь я подхожу поближе, как нарисовано. То есть вообще мир наполнился живописью. Кстати, если взять даже процентное соотношение в удовольствиях от жизни, то живопись в этих удовольствиях, даже просто созерцание предметов искусства, занимает, может быть, свои чуть ли не 20%. Даже сейчас, когда мы листаем контакты, все же, наверное, в контактах бывают, ну или еще где-нибудь на Фейсбуках, мы же на картинке, все на картинке, все внимание картинка. Реже даже содержание. Но просто через картинку содержание сразу получаем. Вот есть вещи невысказанные, Андрей Рублев взаимоотношения троицы высказал изобразительно. То есть то, что невозможно высказать, а тогда стояла проблема, как это они там взаимоотношения, то есть такое богословское время было, он изобразил. И вот ясно как. То есть то, что невозможно высказать. Поэтому через картинку часто мы получаем то, что невозможно проговорить. И задача художника во многом в этом и состоит, чтобы показать то, что невозможно проговорить. И те художники, которые заняты только ремеслями, своим совершенствованием, конечно, проигрывают сейчас, потому что кругозор людей очень сильно расширился. Меньше стало внимания к глубине, но кругозор колоссальный. И в этом кругозоре, в этих языках живописи, которых тьма, можно для каждого из вас выбрать с любым техническим уровнем вашим в рисовании, выбрать себе язык, в котором вы сможете развиваться и очень быстро-быстро-быстро прийти и к выставочной деятельности, и вообще к общению с социумом. Даже можно уйти в шоу-бизнес со своей живописью, потому что это тоже шоу-бизнес, и во всяком случае элементы шоу-бизнеса в живописи во всю присутствуют. И это тоже творчество. Сам бизнес живописи, продать телевизор, дело же нехитрое. Там купил, здесь в нужное место поставил и продал. А вот продать картину, которая может стоить ничего или много, вот уж творчество, да? Так удовольствие, если ты, вот у меня недавно ученица продала картину за 7 тысяч долларов, ну так это ж приятно. Причем картина, которая писалась, ну 4 часа. Другая девочка, вот эта в Москве, сейчас кто-то что мне рассказал, две картины она написала, две картины продала за 5 тысяч долларов. Ну вот в Москве вообще оказались хорошие цены на живопись, и вам вообще москвичам, москвичам стоит этим заниматься сразу с прицелом на продажу. Потому что пока я давал уроки в Севастополе, и даже в Киеве, спрос очень низкий, очень низкий спрос, и от того, что не хватает денег у людей, и от того, что общая культура значительно ниже, чем в Москве. А в Москве такой уровень культуры и денег столько, что не заниматься живописью, просто преступление. Вот. Значит, я уже как бы немножко эту ниточку предпринял в своем, рассказе. Я почему это все говорю, потому что, конечно, у меня опыт общения с новичком колоссальный. Прошла тьма людей, и я вижу, что нет практически людей, которые бы не могли бы писать картину. у них даже нет одного процента. То есть есть люди психически немножко неустойчивые, и паникуют, когда у них не получается. Можете себе представить, как они паникуют вообще в жизни. То есть действительно есть некий процент паникеров. Но их тоже очень мало. Это коллективное сознание, коллективное удовольствие, коллективное сознание, когда люди на общем уроке пишут, все-таки и даже паникеров немножко загоняют к какому-то порядку внутреннему. Все-таки им приходится к своей панике наступить на горло, и что-то предпринять. Сказать, что есть люди с таким вывихом, что ну вот ну никак писать никогда не сможем. Ну есть, есть. Есть не паникеры, но с таким вывихом, что аж страшно. Надо же настолько не видеть, настолько ничего не видеть, настолько ничего не чувствовать вот этим местом. Но даже такие люди обычно пару месяцев вот есть из них, вот из этих вот, у которых вывих, из них есть люди, которые восстали на это в себе и говорят, я вижу, что у меня ничего не получается, но я очень хочу распробовать это дело, чтобы выяснить для себя это. И вообще, я хочу это, я хочу тестовать. Ну, два-три месяца, и этот человек работает вровень со средним уровнем легко. А дальше уже просто открыта дорога, как и для каждого из вас, у кого нет вывиха. Опять же, вывих есть у некого одного процента, когда действительно аж удивляешься, насколько можно не видеть. Самое большое, что мешает техническому исполнению картин, это отсутствие внимательности художника, то есть цепкости расследовательности сознания, то есть мы не расследуем предмет, мы смотрим и не видим, то есть вот это вот пословица смотрит книгу, видит фигу, это вот очень сильно для нас. Художники все-таки люди, которые привыкли от юности, от силу образования и прочее, привыкли расследовать то, что видят и ну, внимательно к тому, что видят, замечать, подмечать, накапливать вот эту информацию в своем компьютере и, конечно, кругозор их от этого расширяется. Но у них есть другая проблема, особенно у тех, кто от юности приговорен к живописи, у них вот это вот соревнование друг с другом, вы знаете, о зависти творческих людей, притчево-языцах, вот эта зависть часто не дает им просто парализует их творческую деятельность и, несмотря на то, что они картину пишут, а картин зарабатывают, но творческий паралич налицо. У вас, по идее, этой проблемы и быть не может, потому что вы жили без живописи и чего вам завидовать вообще художникам, что они пишут. То есть, если вы беретесь за живопись, то у вас это в чистом виде праздник и соревноваться в ремесленном успехе с профессиональными художниками вам, по идее, не должно быть в голову плечи, а высказываться вам легче, потому что профессиональный навык не мешает этому высказыванию. То есть, вы можете писать как дышится, так и пишется, что как раз в наше время и взыскано обществом, зрителям. И это вообще, ну, вообще, вашему положению можно позавидовать из среды художников, потому что там пауки в банке, они еще общаются друг с другом, ну, вот это вот сарьеризм, вот этот, процветает страшно, а у вас вообще вы настолько свободны от этой банки. То есть, что скажут коллеги по цеху, для вас вообще никак. Вы можете даже никогда с ними не сталкиваться. не сталкиваться. То есть, на своей выставке звать не художников, и не потому, что вам нечего будет показать, а потому, что зачем вам художники, вам нужны зрители. А коллеги по цеху, если они оценили хорошо, если, кстати, оценивают часто из вас многие, когда приходят одевать брамы, говорят, ой, какая красивая картина, а кто это, дескать, что за имя это писал, хотя часто человек практически уже самостоятельно пишет на моих уроках, и я там но только хожу, хвалю, и даже многим ученицам, которые в уроках по 50 прошли, даже непонятно зачем вы ходите, вы и так все умеете, они говорят, ну, это раньше я могла без вас легко писать, а теперь уже не получается, то есть нужна похвала, нужен коллектив, нужна вот эта движуха, поэтому и в этом смысле тоже опять же вам хорошо, потому те, пока они студенты вот эти профессиональные художники, там тоже хорошо, они еще не так, они еще не пауки в банке, они потом становятся пауками, когда разглядаются по своим мастерским, мечтают о славе великой, а ко многим не приходит, эта великая слава, и вот начинается это внутреннее мучача, у вас вообще этого не должно быть, и у вас может получиться та тусовочная студенческая жизнь, от которой балдеют все студенты художественных вузов, там действительно атмосфера настолько жизнеутверждающая и нарядная, что вы можете себе позволить сейчас, то есть многие же хотят почувствовать молодость и просто даже молодец, а для нас женщины это вообще важно. Правда? Да. Я поговорю для нас, потому что я уже практически ваш. Мы согласны, мы согласны, мертвому говорите, свое поднимите, рисуйте. Я тут с вами не сам. Мы рисуем. Весил на 20 килограмм больше, при таком обилии женщин после низа весит. Всегда вот такой расклад гендерный по мужчин, вы что, это много сегодня. Мужчины как-то умудряются, умудряются до 20 смотришь столько, или там до 25, столько творческости, столько ученичества внутреннего. ученичества, а потом встал на каких-то уже принципах и давай честнеть, солдофонеть. А женщины, они, как кошки, кошки же всю жизнь игривы. Кошак играл, играл, играл. Какой уход вырос, все, уходит. Битвы какие-то там великие совершает. Поэтому женщины, конечно, в этом смысле вообще хороши. Говорят, что у женщин интеллект на 15% отстает от мужского. Именно интеллект. Но так не интеллектом же единым. Это мужчины так вот. А женщины с точностью донавали. Может быть, все-таки вне общий фон, может быть и так вот. Но эмоционально женщины настолько подвижны, настолько интересны. Ну, кто интереснее? Салдафон или человек эмоциональный? Ну, конечно, салдафон вообще не интересен. Они же все как нарезка эта колбасная. А люди эмоционально подвижны, они разные со своими осводами. А живопись, она эту эмоциональность подхватывает и доделывает. то есть человек действительно начинает волноваться в жизни от вещей достойных волнения. То есть получается так, что мы пишем картины, мы волнуемся, чтобы написать, и мы пишем, чтобы научиться волноваться. Получается, это взаимный процесс. опять же, если нет зависти, то это жизнь просто жизнь цветов на поляне. Это одно удовольствие. Ну, а у цветов есть такая потребность нравится. И вот у нас как художников, как у женщин появляется вот эта возможность нравиться и так, и сяк, и бряк, в данном случае нравится. и как женщина, и как человек эмоциональный, еще и как художник. То есть это вообще для нас. Ты плавно к цветам переехал? А, точно. Тема всегда как цветы. я-я-я. А даже вспомнили. А конечно женщине перешли к плану к цветам. Значит, по свойствам цветов нравится, да? У женщин такое свойство есть. и эта живопись дает возможность нравиться в разных гипостасях. И когда у женщин еще и творческая, ну я бы скажу, что у женщин, которые ходят на уроки, первые шаги часто мужчины начинают ревниво смотреть на это, а потом хвастают своими жуанами направо-налево. И кто пришел в дом, первое, что надо показывать, это работы моей жены. Самое вкусненькое в нашем доме. А если еще и выставки, это вообще не то. А вот есть куда платье одеть. У десерт же годами. И даже хочешь купить, и куда я пойду? На собственную выставку, на презентацию выставки. 5-7 картин нарисовала за месяц. Выставка дополнительная там. Ну и мест для выставочных мест платья. И каждый раз новое платье можно себе позволить и куда есть, и зачем. Вот, так что живопись надо делать, но делать ее умненько, чтобы не смотреть вообще на жизнь художников. Часто жизнь художников ассоциируется с вернисажем, дескать, художник от слова художник. И те, которые сидят на вернисаже, отчасти это действительно худоватые художники. Они выбрали единственным для себя возможностью показывать свою живопись это вернисаж. Мало того, идет захалтуривание посредством производства тупенького производства и художник теряет то, к чему художник призвал. То есть ремесленное пишет моречки, у него ремесленное в моречках выросло хорошо. Тот пишет березки, рощи какие-то, третий пишет, рисует портретики и прочее. Это один процент художников. Я вас убираю, вернисаж это только один процент художников. Основная масса художников зарабатывает прямо в мастерских. В коллегиях выставляют свои работы, конечно, но основная масса продаж идет именно из мастерских. Нет художника, у которого нет несколько человек-кормильцев. Либо это какие-то коммер воежеры, которые ездят, скупают живопись. Кто-то не знает, кто-то хорошенький художник, я его продам за такие из вашей Москвы по всей провинции русской скупают и потом здесь продают. Поэтому плюс есть такие обожатели художника какие-то, поклонники среди местных или не только местных, которые тоже покупают эти картины у него. И чаще всего жизнь художника безбедна. Поэтому эти разговоры о бедности художника ну и те, которые на вернисаже у них достаточно безбедная жизнь. Просто она дурная, она невкусная. Но те, которые не видны в обществу, у них как правило очень безбедная жизнь. Редкий художник уж настолько... Вот да, вот этот вихрь был, когда люди увлеклись только холодильниками, телевизорами, квартирами и машинами. Этот вихрь, да, он немножечко подкосил благополучие художника. Сейчас дифференциация произошла, то есть все ценности вернулись на свои места и о бедности наоборот. Галеристы просто в некоторые даже паники от того, что художники настолько разжирели, что от них работ невозможно получить, они ленятся, он раз в месяц или там на 4-5 дней садится пописать, а потом просто тусуется целыми днями, он не работает. Он написал картину, они у него куплены, он на эти деньги гуляет. То есть художники это не очень часто не очень работоспособное племя, потому что они же сами себя организовывают. Если речь идет о кормите семьи, то сказать, что он стоит на страже, это трудно, потому что он ждет, когда у него там находится. А для этого нужно погулять, походить. У вас немножко другое. Вы как раз привыкли работать, и вам это ничего не стоит. Потому что художники как раз привыкли не работать. Им как раз чего-то стоит взяться, написать. Особенно, когда это пожизненное, когда это действие стало уже слишком привычным, даже где-то поднадоело, а все равно приходится. Но опять же, поднадоело это очень условно. Это так же, как икра надоело, какие-то другие приятности, вкусности. Море надоело, песок, пальмы, все это надоело. Это вот так. Если живопись надоела, то это вот так. Не хочу идти купаться, но пойду. Хватит бухгалтером поработать, чтобы стошнило бухгалтером поработать, все сразу захоч опять разовой. так же, как русский человек сетует на то, что жизнь вокруг какая-то дрянная, а когда уедет туда, поживет, там вроде как очень хочется обратно. Но живопись это еще больше. Если художник отлучен от живописи, вот это действительно пытка. ну всего там какие-то внешние причины. так что я думаю, я вас вполне сагитировал заниматься живописью. В общем, себя я точно убедил, пока я вам это говорил. Единственное, что я не смогу уже побыть в вашей шкуре, я уже как бы побыл в вашей шкуре в молодости, а сейчас уже не смогу, а вы эту молодость можете иметь сейчас, эту молодость сознания, когда вы вдруг открываете для себя чудесный мир. А вы ее можете иметь сейчас в изобилии, потому что красок навалом, спрос есть. Главное, чтобы вы преодолели в себе некоторую боязнь, нашли правильных учителей. Вообще, на самом деле, выбор учителя это задача. Потому что даже многие студенты, выпускники и прочие, художественных учреждений, потом часто вот там Иван Иванович говорил, и вот Иван Иванович сказал, когда-то никогда не бери мастихин был, что если художник взялся за мастихин, то ему больше нечего сказать. Сказал ему Иван Иванович, его педагог. И вот художник лет двадцать потом это я боится взять мастихин. Потому что мне больше нечего сказать, если я уже взял мастихин. Но благо я имел другой немножко путь, мне там мастихин и не понадобился в этой церковной живописи. А для других студентов это была такой оттопу большой проблемой. Сейчас вы знаете, я наоборот все время балуюсь с мастихином. И вам, кстати, советую начать свою творческую учебную творческую жизнь с инструментов как бы нетрадиционных. То есть как бы есть традиционный инструмент кисти. Как будем кисти учиться рисовать, надо взять кисть и обмагнитить его. И живописцы обмагните ваши кисти. Кисть, кисть, кисть. Эти опытные художники в кисти поднаторели. Их там 12 лет дрессировали. И соревнования с ними практически невозможны. Но они не поднаторели в других инструментах. Мало того, кисть мешает взяться за другими инструментами. Они настолько привыкли качественно изображать, что новаторство для них становится проблемой для очень многих. То есть им надо бы сначала разучиться, чтобы потом снова научиться вот этим новаторским штучкам. У них кисть умение вырисовывать стоит на пути к кисть-поведению. душевное. У вас такой проблемы нет. И вы можете взять эти новаторские инструменты, инструменты нашего времени. Если в 19-м веке художник взял бы и сделал бы картину мастихином, ее бы просто никто не стал смотреть. Сказали дикость какая-то. А в наше время скорее нет, в наше время кругозор на все 360 градусов, поэтому любое исполнение приветствуется. Но вы пользуясь такими инструментами, как мастихин в первую очередь, тряпка, палец, ну не в этом смысле, а просто этот палец очень удобный, он самый подвижный из них. Вот этот норовит указать, а этот может моделировать работу пальцем, а иногда и целой кистью руки можно работать по холсту. И вот в этом инструменте вы сразу имеете преимущество перед опытным художником, который все равно хочет чешется в нее руки, взять кисть и начать вырисовывать. А недосказанность живет часто предпочтительнее, чем досказанность. Досказанность есть в фотографии. Хочешь досказанное, возьми фотографию. А хочешь поэтичное, недоскажи. поэзия не проговаривает внятно, ясно мысль. Поэзия говорит какую-то абстракцию, а ты понимаешь ее очень объемно. То есть она трехмерна. Проза больше двухмерна, а поэзия трехмерна. Вот так же и недосказанность живописи трехмерна. А досказанность мало то, что у нее появился чудовищный конкурент в виде фотографии, то есть умение изображать, опять же, умение изображать должно быть с умом. Поэтому в таких инструментах, как мастихин, ну я покажу, что это инструмент, я говорю о нем, не показываю. В таких инструментах, как мастихин, возможность недосказать очень высокая. В таких инструментах, как палец, возможность недосказать очень высокая. Ну потому что попробуй, да скажи, все-таки это не тоненькая кисть. И мало того, что здесь могут ваше недосовершенство ремесленное дать какой-то интересный излом тому, что вы изображаете. Дома будут плясать в городском пейзаже, глаза в портрете будут на разных уровнях, но это может прозвучать. Вот ваше неумение может прозвучать в силу того, что оно каким-то образом обострит впечатление. Хотя вы, допустим, изображаете конкретный предмет. Ну, допустим, городской пейзаж. Ну, когда речь идет о директах, там, конечно, нет вообще, там нет портретности, нет внятного изображения. Поэтому такое дерево, не такое дерево, и понятно. А когда речь идет о более внятных, геометрически внятных, ну, прежде всего, геометрически внятных вещах, как линейные, городские, какие-то мотивы, портретные мотивы, там, конечно, вот этот излом может... А вот даже если кто-то увидел наброски Матисса, это же вообще к академизму почти никакого отношения не имеет. Однако это великий рисовальщик, и это сплошные приблизительные линии, которые звучат. Помните, эти красные мальчики, по-моему, которые хороводами несутся по зеленому пятну, там, вот так, по пятну, красные мальчики. Вы, правильно, взялись? Или девочки? Да, нет, это мальчик, вы, да. Ну, это же детский рисунок. Спасибо. А вот недавно показывали там киевского художника по телевизору, который самый дорогой художник Киева. Там по сто тысяч долларов картина. И он на фоне совершенно элементарных вещей. Три пятна, однообразная, другая рыжеватая, третья синяя. Причем гигантского формата, то есть там метра три на три, такой квадратный. И он на фоне этой картины, рядышком, пара небольших картин, примерно такого же содержания. И его спрашивает, это журналист, как говорит, скажите, а ребенок мог бы такую картину написать? Он нечастенько говорит, мог бы. То есть наша с вами задача стать ребенком. Который тоже бы мог. Просто ему, чтобы прийти к этому, понадобилось взойти и спуститься. А может быть, не обязательно подниматься? Умный же в горы не пойдет. Ну да, он же сказал. 50 лет порисуйте, потом сможете так. Дальше он уже потом начал сам себя и... Вначале он сказал более умную мысль, что... А ребенок мог? Как он дал? А? Как он дал? Криволапка? Анатолий Криволапка. Как прокурор, так и зверев. Это художник. Криволапка. С Малиевичем и Черным квадратом там много версий, как это произошло. Но мне больше всего нравится другая версия. Когда пришел в какое-то сообщество художников, некий финансист, и говорил, что вы тут вот... А они там рассуждают о высоком, о великом. Он говорит, что вы рассуждаете? Дайте мне черный квадрат, закрасьте мне черным холл. Я через год... Этот холл будет стоить миллион долларов. Ну, а дальше шоу будет? Когда люди видят, что на картину поставлено, они понимают, что я сейчас куплю ее за 50 тысяч долларов, а через год я ее уже продам за 100 тысяч. Просто видно, что на это поставлено. А для того, чтобы это было видно, нужно тоже... Это творчество, очень интересное творчество. Но только Малиевич имел смелость сделать. То есть из всех... Нет, просто из этих всех только Малиевич. Взял и закрасил. На, на. Продавайте. А там же под этим всем, куда работают, под этим черным? Это тонкие, по жирам положен, чем? Ну и что? Ну там, по-другому, что-то написано. Ну, что-то у него было, допустим, в отвале. Он это закрасил. Очень много живописей, я думаю, вы видели в музее, очень много живописей написано по картине, которая была там. То есть художнику она не понравилась, и он сверху написал другую. Кстати, не рекомендую переписывать. Значит, если вы, допустим, не вполне довольны картиной, это не значит, что надо ее без конца переписывать и переписывать и переписывать. Снимите ее с подрамника, скрутите в рулон, пусть лежит. Я вам скажу, из рулона картины очень хорошо продаются. Можно же даже потом, когда уже вас будут знать несколько ваших партий, появятся художники, вы можете на них увлечь. У меня в рулоне есть картины, которые я, говорит, убрала в рулон по разным причинам. Распродажа. Распродажа. Но из рулона она выглядит совсем иначе. Сискот достанется из любого. Да, 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 да. Сворачивать наружу немного. Она какая-то уже намоленная. Она уже такая... Хотя в рулоне там валялась. Смедленно. Но она как... Вино, как вино. В этих подвалах она набрала... Игорь, а можно ли наружу кост, попрочек? Наружу. Наружу. Чтобы живопись не сломалась, да? Да, чтобы живопись была наружу. С верхней стороны. Потому что иначе оно скухожит и потрескается. Ну, опять же, если потрескается, может быть. А если полки как выглядят, то нравится как форма скрутить? То есть не советую переписывать картины. Но это экономически невыгодно. Ну, не нравится, скрутите. Сняли с подрамника, скрутили. На подрамник потом надели другой полки. Причем не сами. Это все надо делать в мастерских. Пусть там специальные люди есть для этого. То есть не обязательно женскими руками натягивать в полки. И вообще не советую ни грунтовать холст. Ни по собственному произволу покупать кисти и прочее прочее. То есть, чтобы выбрать кисти, к сожалению, вам опыта не хватит. Чтобы выбрать холст, вам опыта не хватит. То есть для этого действительно вам нужен учитель, вам нужен советчик. Чаще всего в салоне девочки, которые подают эти материалы. Там текучка кадров. И даже если бы не было в этой текучке, на такую работу идут люди не интеллектуальные. Сейчас никого не обучают. Не обученные и прочее прочее. Поэтому они... Ну и вообще у них задача укорячить, а не как-то сделать что-то приятное. То есть им нужно продать продукт. Поэтому, если вы в салон пришли, подыщите либо студента, либо художника. Вот вы видите, наверняка, которые подошли, подскажите, помните мне выбрать холст. Ну спросите, не художники ли вы, не студенты ли вы художественные студенты? Ну и студенты часто тоже не знают, что выбрать. Поэтому выбор материалов для вас это самая большая проблема, которую мы, кстати, вам будем помогать решать. Понятно, что я буду на вас зарабатывать в этом смысле. Но для вас это будет панацейно. Потому что сами вы выбрать материал не можете. Ну отчасти можете, отчасти. Но только отчасти. В магазинах чаще всего нет хороших частей. Это самая большая проблема в магазинах. Потому что их скупили сначала профессионалы, потом полу-профессионалы. И вам осталось то, что осталось. Холстов стоит много. Многие из них упакованы под пленку. Даже потрогать нельзя, что ты получишь. И тоже. Какой холст покупать, какую зернистость выбрать и тому подобное. Если аналогию, посмотрите, какая. Может быть, даже вырезали кусочек. Пришли и смотрите аналогии. Именно внешнего покрытия. Конечно, не внутреннего. Многим хочется, чтобы это был обязательно лен. Потому что... Ну это раньше на лене писали. А сейчас ХБ приводит в такое состояние, что он вполне имитирует лен. И самое главное, это покрытие именно вычисли. Хотя, можно купить хороший холст вполне. То есть, если вы наткнулись на какую-то фирмочку, пощупали этот холст дома. Смотрится, отлично. Вот все те эффекты, которые вы хотели добиться, все они получаются. И вы уже просто узнаете, вы сматриваетесь производителя и покупаете этого производителя. Тогда это правда, где нет. Что это? Очень много холстов хороших, хочу обратить внимание. Рассчитаны, очень много хороших холстов, но они рассчитаны на кисть. То есть, все... И вообще на разные задачи. Бывает такое очень крупное зерно. Ну просто вы не будете знать, что там делать. Вот что делать с этим крупным зерном. Чтобы писать на крупном зерне, надо сначала понять, что вы там будете писать. На мелком зерне, казалось бы, вот такое мелкое зерно, идеальненькое. Тоже слишком как по пленке, вот этой полиэтиленовой. Тоже, может, вот те задачи, которые вы будете ставить, не совпадают. То есть, среднее зерно холста для вас пока. А дальше уже по мере задач, по мере того, как вы со своими учителями будете выяснять ваши приоритеты, будете выбирать тот холст, который вам удобен. С кистями это очень большая проблема, потому что с красками практически проблемы нет. Единственная проблема с красками у новичка, особенно у вас, у женщин, это покупка нарядных цветиков. Там столько цветов, если у вас. И хочется их всех убить, и сразу ими пользоваться. Выдавливаем 50 вариантов цвета. Причем 50 же невозможно выдавить помногу, да? Вот видите, я выдавил предостаточно, да? Это явно хватит. А если у вас 50 всяких цветиков, то по такой куче не выдавишь. И вы выдавите совсем по чуть-чуть, а это чуть-чуть, оно не может участвовать в картине. В картине есть композиция цветовых пятен, в том числе. То есть вот красный в картине, вот отдельно красный в картине имеет свою композицию. Отдельно синий в картине имеет свою композицию. Когда идет разноцветиться, то нет выраженности ни, допустим, ни одно красного. То есть этот же, допустим, голубой, хорошо, с голубым попадетом, он же в небе, он же в тени, он же в цвете предметов. То есть есть каркас этого синего, вот один цвет мы взяли, и этот цвет стал каркасом всей картине. Синим каркасом всей картине. А когда у вас много разноцветится, особенно вот это телесное, куплю и прямо сразу, ну, тело же оно только в некоторых местах будет соответствовать тому цвету, который вы выдавили из телесной, неаполитанской, как они-нибудь, да, красивые цвета, вы выдавили. И оно только в трех местах на лице, вот так, в такого размера эти места будет соответствовать этому цвету. А все остальное это смеси, 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 поэтому в принципе краску эту можно убрать. А если вы хотите воспользоваться только как финишный цвет, то есть в последний момент вы чистыми цветиками можете дополнить картину. А каркасным он быть не может. То есть тем, что мы заквашиваем картину, он не может быть. Поэтому покупка вот этих, вот этой разноцветицы в магазине должна прекратиться. То есть можете иметь все варианты, но у вас должна быть партия красок. И эти краски, слава богу, продаются. Эти краски называются очень простым именем, мастер-класс. Я не юная сила, но лучше этих красок ничего в мире не придумано. Можно быть равными, но лучше не бывает. И слава богу, их производит Питер, поэтому они никогда не прекратятся. И если вы привыкли к каким-то краскам, а потом вдруг с этой страной перестала взаимосвязь быть, и вы привыкли, а оно уже, и вам нужно переходить, привыкать немножко к другим краскам. То есть если вы один раз привыкнут, будете пожизненно иметь отличные краски. В них достаточно, у них прекрасная консистенция, что очень важно для красок. консистенция, и у них хорошее, могучее, вот это цветовое вещество. Вот клей-пава, он же белый, выдавливает белый, высад прозрачный. К сожалению, масса красок выдавливает желтая. Только смешивай, а желтости в ней нет. Ты смешиваешь ее с синим, хочешь получить зеленый, а он все синий-синий. Какой-то грязно-зеленый становится, вместо того, чтобы стать зелененьким. Поэтому вот эти краски, мастер-класс, покупайте на здоровье. И старайтесь обучиться с некой гвардией красок, то есть 5-6 цветов. Выучить взаимоотношения их, как отче наш, а потом уже всякие цветики, приветики. И тогда вот все будет благополучно, когда у вас будет вот эта таблица умножения в голове. То есть это должно быть небольшое количество, ну как вот таблица умножения, небольшое количество цифр, то есть здесь небольшое количество красок. С кистями лучше всего общаться с синтетикой. Опять же, есть всякие наставления книжные, в интернете. И часто предлагается, ну там предлагается и холст грунтовать. Полное сумасшествие. В наше время грунтовать холст – это полное сумасшествие. Так же, как если бы мы взялись бы толочь краски. Покупали бы минералы, толкли бы краски, не умея рисовать. Я просто с иконописью общался, и там многие делают акцент на грунт, на грунтовку доски. Сами в каких-то бедрах варят эти грунты, а потом толкут, сами толкут краску. Мне кажется, что они приближаются к результату. То есть образ – это совсем не та краска, которая… На самом деле, образ зависит от той графики, которую ты дашь, а не как ты долго будешь напрягаться перед работой. Хотя молитва – само собой. В данном случае и в живописи тоже. От того, что мы будем напрягаться с холстом, а потом бояться в нем совершить поступок, потому что мы же в игре варили этот грунт. Или еще как-нибудь, да? Какой там поступок уже на холсте? Тихонечко, робенько, где-то отсюда начать, тихонечко продолжать. Не тот случай, не тот случай. Не, не, не. У всех есть деньги, особенно у вас, москочей вообще. Денется слишком много. Поэтому покупайте холсты и превращайте это в хорошую, широкую, легкую живописи. Это еще большее деньги. Да? Превращайте это еще большее. Еще большее деньги. А кисти, опять же, в этих наставлениях – щетина. Сейчас практически нет хорошей щетины. Вот что поразило, что в Москве нет. В широком ассортименте хорошей кисти. Ну, нет. То есть где-то так мигают какие-то кисти. Часто еще женщины покупают кисти по образу и подобию своих косметических. Они очень приятненькие на ощупь, но они совершенно не подходят для массовой живописи. Или подходят для массовой живописи для умеющих рисовать. То есть для гладкого письма. То есть а-ля академическое письмо, а-ля голландский натюрморт, а-ля столичные антипортреты. То есть да, они бы для этих вещей подошли. Но вы-то тут при чем? Вы-то при чем при густой живописи пока? При такой набросковой живописи. Вот как импрессионизм, это феномен наброска, да? То есть как бы недописанность. Недописанность стала импрессионизмом. Набросковая письма стала импрессионизмом. Вот так же и вы вырезать форму вы не можете. Вы не знаете, слишком много там нужно, слишком много нужно союзности головы и руки, чтобы вырезанность имела в вашем случае смысл. То есть это все-таки набранный опыт. Этот опыт вы будете подбирать, пока вы будете писать готовые картины, полноценные картины. Вы будете приобретать опыт. И внимание будет ваше крепкое. Но на первом этапе подобные кисти для подобной живописи вам не нужны, вам нечего иметь делать. Поэтому для вас. А щетины хорошие нет. Но есть прекрасная синтетика, имитирующая щетину идеально. Причем даже часто получше, чем щетина. И вопрос в выборе именно синтетики. Синтетика более вынослива и так далее. Поэтому она не лезет, почему зря щетина, если кто-нибудь пользовался часто, и лезет, и лезет, и лезет, и лезет. А иногда прямо сейчас много производителей, которые по виду кисти красавица, только начинаешь пользоваться. Крепка и вытер вместе с кистью, вместе с форсом. А то есть железка. Ну, железка спадает, к сожалению, вот те кисти, которыми я пользуюсь, у меня здесь тоже барахлит, особенно в крупных кистях она барахлит, шатается. Поэтому скотч и придавил. Ну, можно плоскогубцами надавить, чтобы оно зажало. Ну, и это не хватает, пока ты ей работаешь, она все-таки разбалтывается. Поэтому скотч и она уже держится. К сожалению, все они не учитывают. То есть они слишком не глубоко зашли, этим древком прижали. Для продажи прекрасно. Но вот именно вот эти вот кисти я рекомендую, вот, если будете встречаться с ними, там где-то сейчас новые, пока, где-то если будете с ними встречаться, покупайте много. А что за кисть? Некий колос написано, milk. У нее длинный ворс хороший, у нее вот этот вот ворный, длинный ворс. Хорошо бы, чтобы был. Хорошо бы, чтобы плотность кисти была достаточная. Бывают такие худосочные, худосочная плотность, что она вещества не может взять с палитры. То есть, ну вот, кисть как бы идеальная, вы, в принципе, можете даже купить по одному образцу у меня, просто чтобы узнать, с чем вам нужно сталкиваться. Либо покупаем такие же, допустим, либо покупаем аналогии. То есть, бывают кисти других производителей, которые очень похожи на вот это по качеству. А это кто производит кисти? Ну вот, я же говорю, там какие-то слова написаны. А, ну то есть, производитель неизвестный. Колос, мил, вроде китай. Ну, как бы, хороший китай. Так, мы сейчас уже более практически подойдем к вопросу о цветочках. В том смысле, что есть проблема. То есть, вот еще один момент. Значит, если мы хотим, ну вот душа у нас лежит, цвета. То выяснить проблему цветочного натюрморта, то есть, натюрморт, где главное действующее лицо цветы, выяснить эту проблему для себя, в принципе, очень легко. То есть, если мы все темы хотим освоить, конечно, перегрузка будет высокая. И информация из цветочного будет вылетать. То есть, у нас будет много мелкой информации, и не будет насыщен главный выбор наш. Поэтому, если вы хотите быстро прорваться к результату техническому и интеллектуальному вопросам, допустим, цветов, то надо сосредоточиться на цветах, на, грубо говоря, на 20 картин сосредоточиться. Если вы хотите портрет, то сосредоточиться на портрете на 20 картин, на пейзаже, если вы хотите пейзаж. Выяснить для себя. И даже, может быть, стоит именно так и поступить. Выбрать для себя тему, любименькую, и стать в ней специалистом быстро. А потом уже прибавлять остальное, имея вот этот фундамент. Так же, как гвардия красок дает фундамент, палитре, в работе со смешением красок. Так же и здесь надо что-то выбрать. Желательно что-то выбрать, чтобы не рассеивалось сознание. Потому что потом забудете, что там главное, что тут главное, на чем сосредоточиться в этом или в том. Поэтому, если тема цветов для вас очень актуальна, а для женщин это тема для очень многих актуальна, то стоит над ней поработать цельно, не распыляясь. Так я говорю, что стоит. Можно и не делать, но стоит поработать цельно. Выяснить для себя эту тему, и потом уже новые темы прибавлять, прибавлять, прибавлять. Обычно все-таки на уроках люди пробуют себя в разных жанрах и 50 раз пишут. Но часто все-таки где-то к 50-му уроку человек уже выбрал какую-то стезю. Чаще всего, как ни странно, тему нюм. В основном все уходит почему-то в тему нюм. Может быть потому, что эта тема пикантна, что она волнует больше. Ну и некоторые застревают, вернее уходят в цветочки, кто-то в пейзажики. Ну вот, когда речь идет о цветочках, ее, эту тему, надо осмыслить. Вот я когда в предыдущих семинарах говорил, что если заниматься портретом, то стоит выучить несколько ракурсов портретных. Прямо выучить, сделать копию. Допустим, Джаконда. Это один из основополагающих ракурсов, которые используются художниками в портрете. Ракурс и освещенность ракурса. Есть другие портреты, где есть уже другая освещенность и другой ракурс. То есть выучить их, сделать копию, сделать на память потом эту же. Чтобы модель освещенности прямо вошла в сознание. Тогда уже и другие задачи портретные тоже будут уже с пониманием предыдущей. Другие освещенности уже будут иметь фундамент под собой. То же самое и когда мы работаем с цветами. Часто даже поставить на тюрморт человек не может. Он просто не знает, как поставить цветочный на тюрморт. Часто совершают ошибки в освещенности. В написании формы. То есть когда видно сразу, что не у меня ходил, не знает ничего. Вот у вас не должно быть этого незнания. Это незнание мы сейчас немножечко будем разгребать. На что обратить внимание, когда речь идет о натюрморке с цветами? Ну, в данном случае букет цветов в базе. То есть с цветами в этом смысле, конечно, намного проще. Есть сейчас в наше время много идей написания цветов. Скажем, гигантских картин, где крупный цветок на весь формат. Звучит безупречно. Новичок справляется легко. Пара уроков и все. И человек знает, как это писать. Вот эти крупные портретные задачи цветов. Вот когда цветок на весь формат. Крупный. От края и до края большого холста, цветов. Их очень легко писать. Надо увидеть, как. Но это очень легкая задача. Вот те проблемы с формой, которые возникают в формате натуральной величины. В большом рассеиваются очень легко. То есть здесь мы не можем. Потому что мы не привыкли работать с формой. А на большом, от того, что площади большие, эти вот перегивы, формы большие, справляемся. И многие девочки просто чудеса вытворяют. Пишут эти большие картины. Покупаются эти картины на ура. К слову сказать. Ну и вообще, когда женщина пишет цветы, это тоже всегда красиво. Но сейчас не о больших цветах. С большими цветами очень просто. Значит, несколько уроков у меня. И пишем. А здесь надо понять основной алгоритм. Классический алгоритм. То есть опять же нам нужен фундамент. Классический алгоритм работы с букетом. То есть классики выработали схему, по которой все это штампуется до сих пор. Все это в этом ключе пишется. И мы должны знать, чтобы чуть что не совершать тех ошибок, за которые нам будет стыдно перед коллегами в фоновом цепи. Хотя, опять же, мы с ними не заедем. Ну, понятно, что нужно фоновое пятно. Всегда лучше набрать сначала полное пятно, а потом уже вписывать содержание. Ни в коем случае не стоит сначала нарисовать цветочек один, второй, третий. Вот мы порисовали все цветочки, порисовали, порисовали, пушинчик нарисовали. А потом начинаем обкрашивать. Так, как правило, поступают все. И какая здесь проблема? Здесь нет связки фона со цветком. Одним цветком, вторым, третьим. Молодушь – это изнурительный труд. Каждый цветок отдельно нарисовать. Так еще и нет связки. То есть нет вот этого общего пространства. Поэтому набрали по нагоре. Мы сейчас это сделаем. Ну, допустим, я кидаю жидкость. Белиться. Как правило, спановые пятна в классическом натюрморке темня. Разбавитель. А как лучше? Любой разбавитель. Любой разбавитель из тех, которые продаются в магазинах. А здесь просто масло. Не надо масло. Разбавители. А почему? Масло, во-первых, будет течь. Во-вторых, будет слишком долго скользким. Вот сейчас я кинул, кидаю эту краску. Как только разбавитель выветрился или впитался, краска стала. Она перестала быть активной. Она прилипла к холсту. И, может быть, даже через два часа вот эти вот пятна даже могут и высыпать. Вот некоторые пятна, особенно коричневатые, могут даже высыпать. Ну, через три часа, не через два. Настолько маленький слой, что это дает возможность сверху на этот слой работать в новом слой. То есть, как бы, перебить его. А масло даст возбуждение краски на несколько дней. В данном случае, вы видите, я даю пачку укол для коричневыми, голубоватыми, желтоватыми, беленькими. Можно уколить. Хорошо. Excelente. Продолжение следует... 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 Ну, а все равно тонкость уже наступила, и он очень быстро замкнулся. Металл, но все-таки он не очень перед человеком. Так, хорошо. Значит, плоскость, на которой это все будет происходить, можно сразу обозначить как некое освещенное пятно. Обычно самый лучший способ, когда свет заходит отсюда, то есть вообще взгляд зрителя, заходит в картину с левой стороны. Наука там не следовала. Взгляд заходит по вот такой траектории, и наша задача здесь этот взгляд поймать и закрутить в центре. То есть чтобы человек крутился и рассматривал то, что мы ему предложили к рассматриванию. Поэтому периферия у нас, как правило, недописанная, недосказанная, а центр звучит. И когда источник света отсюда, так отсюда, то у нас выявляется, желательно выявлять вот эту часть, а здесь чем-то притормозить. Вот, чтобы заставить взгляд вот сюда закрутиться. А притормозить мы как раз можем тенью. То есть свет зашел сюда, рассмотрел предметы, а тень его закрутила, взгляд закрутила к центру. То есть источник света отсюда и для портрета, и для самой предпочтительной. Хотя, в качестве эксперимента художники уже как только не освещали. Сейчас самое вкусное освещение, которое звучит в современной живописи, это свет оттуда, с той стороны. Контражур, свет контражур. Я могу сейчас сказать, какая здесь вот работа в грязь мы сделали, я вашу картину смотрела, она трехмерная, и почему-то все светят изнутри. Грязи никакой там нет. Где это? А, вы можете видеть куда? Ну, во-первых, там и экран. На самом деле живопись очень вкусно звучит, конечно, на экране. А когда к ней приближаешься, она кажется иногда сермяга. Но потом вдруг понимаешь, что в этой сермяге есть особое звучание. Это не грязное пятно. Это просто фоновое пятно. Оно должно быть никаким, оно должно быть грязцой, чтобы цвет цветочков на них прозвучал. Потому что если оно будет сильно чистенькое по цвету, цветы потухнут. Некая грязца. Поэтому брошено 3-4 цвета, чтобы создать эту мухную, никакую. Но это не грязь. Грязь. Вот это. Вот это уже грязь. То есть это грязный цвет. Вот если долго перемешивать вот это, долго перемешивать, и добавить еще белил, тогда будет нарочитая грязь. То есть цвет будет невкусный. Но в этом состоянии, сколько бы мы ни гоняли, если не добавим белил, то все равно грязи не будет. Но грязь, потом вы начнете различать разницу, когда вы просто начнете сравнивать. Есть грязца. И у художников даже есть такая фраза. Чем больше грязи, тем больше связи. То есть когда есть колорит картин, есть как бы вот это связующее все. Единородность. Да. Отмаскировать. Да, единородность. Не однородность, а единородность. Значит, мы чуть-чуть. А, подразумеваем свет оттуда. Поскольку задник это некое пространство, то оно мутно, как некое небо. Мутно и мерцательно. Поскольку плоскость, на которой будет что-то стоять, она здесь вблизи, то свет ее, эту плоскость, выберет. И мы немножечко в горизонтали, допустим, показываем, поскольку это горизонтальная плоскость, на которой кто-то будет стоять, вот мы показываем ее более освещенной. Вот как бы первые шаги в натюрморте, который мы делаем. Перед нами букет, но мы цветов пока не видим. То есть здесь мы их не показываем, ни себе. То есть мы пишем пространство, пишем плоскость, на которой это будет стоять. Как правило, цветы облеплены листьями. Зеленый мы добываем из голубого и желтого. Плюс коричневый. Появляется глубокий цвет для зелени. То в пользу синего, то в пользу коричневого могут быть варианты зеленого. То в пользу желтого. То в пользу желтого и коричневого будут такие тепленькие варианты зеленого. Еще коричневого, еще тепленькие. Такие акриские варианты зеленого. Вот эти варианты зеленого мы набрасываем на холст в тех местах, где у нас какие-то зеленые. То есть сначала мы пишем то, что сзади, потом то, что вблизи. Сзади фоновое пятно, потом сзади листва, а потом уже сверху, где-то уже на нас смотрят, сами цветки. Поэтому в этой последовательности мы набрасываем. Где-то у нас мигнул синий, где-то мигнул коричневый, но в принципе некий зеленый. Даже если мы хотим сделать гладкую живопись, вот этот набор мы можем осуществить прямо так натального стихина. Единственное, что подмечаем те листики, которые там участвуют. Как правило, листья повисли, вот они размахнулись и повисли. Цветы больше выстроились. И вот эту размахистую листью мы набрасываем. Как правило, листья крупные, нависли, тяжелые. Листья тоненькие и всякие там травиночки. Торчалочки листьев, есть разные цветы с разными листиками. Вот они, примерно в такой траектории. Очень часто новички заполняют вот эти два пространства. Не надо этого делать. Это вообще не для выписывания. Все внимание должно быть на центр. Мало того, есть вот понятие вот этих диагоналей. Диагонали. То есть по этим диагоналям, или общая диагональ, или диагональ верхнего квадрата, по этим диагоналям можно подкладывать что-нибудь на рассчитан. То есть буквально прям по диагонали. Но тоже не симметрично, а неким образом подразумевая, что средняя линия вот этих пятен идет по диагонали. Это хороший трюк, композиционный. Он сковывает внимание зрителя на центре. Именно вот этот диагональный. Итак, у нас там торчит, здесь повисло, здесь у нас какой-то кувшин. Обычно эти кувшины имеют какой-то цвет. Ну, я что-то там по-другому было, я цапнул с собой. Вы видите освещенную плоскость, вы видите зеленый каркас у цветов, ну и сам кувшин. Вот, кувшин. Ну вот, когда это что-то кругленькое, часто бывают стеклянные кувшины, всякие сосудики, стаканчики, сосудики. Стекло очень веселая штука. Это муть, увенчанная бликом. Поэтому если мы, допустим, рисуем что-то стеклянное, как правило, это ноги, цветов. То есть, вот они торчат туда. Вот этот пук цветов собранный. Там, вистепи какие-то. Это форма какая-то тяжеловатая зеленая масса стеклянная внизу. Муть. Где-то может, там же у нас источник света, отсюда, да? Где-то может быть мерцнуть на самом стекле, чуть-чуть мерцнуть свет. Чуть-чуть мерцают рефлексы какие-то. То есть, свет прошел насквозь, ударился и высветил вот ту площадочку. И блик. Обычно стекло выглядит примерно так. То есть, муть, увенчанная бликом. Часто еще видна верхняя горловинка сосуда. Можно эти ноги усиливать. Их звучание. То есть, это когда речь идет о стекле. Ну, чаще всего, это лазон в классическом таком букете. Поэтому имеет собственный цвет. И часто он круглый. Круглые предметы новичок очень трудно берет. Поэтому рекомендую вот этим натиранием воспользоваться. Штрихованием буквально. Штрихованием, конечно же, по форме цилиндра. То есть, по форме цилиндра. То есть, больше вот в таком ключе. Смотрите, у нас такой инструмент. Здесь палец, который легко краску, если надо, подвигает. И у нас высветлена, допустим, вот эта часть. То есть, не кистью пытаться добиться. Мы сразу лишнюю краску кистью положим. Которая будет с трудом давать. С трудом будет давать красивую растяжку. А нам нужна красивая растяжка круглого предмета. Как правило, здесь обычно все-таки кругловатые предметы. Вот таким растиранием мы довольно сподручно добиваемся круглостей. Действительно, это очень большая проблема для новичка добиться кистью круглого предмета. Мастихи своими вот этими затирочками. Довольно удобно это делаем. Ну и в центре, увенчанное это бликом. Это может быть блик, имеющий форму. Может быть очень звонкий блик. Или не очень звонкий. Но это бличок. Как правило, здесь, как у круглых предметов, как у шарообразных предметов, самая сильная теневая часть, вернее, самая сильная темность у шарообразных предметов, это вот здесь, на линии перегиба света и тени. Ночь особенно темна перед рассветом. И здесь, соответственно, у нас перед рассветом самое темное, тенистое место. А здесь, как правило, рефлекс от светлой плоскости от светлой плоскости. Сюда. Как правило, этот рефлекс имеет цвет той плоскости, на которой он находится. То есть он чуть светлее. Он не равен свету. Он только отражение света. Вот светлой плоскости. В этом он есть, но сладкий. У этого предмета обязательно, поскольку свет упал, есть тень. Как правило, не параллельно, а туда. То есть мы же отсюда освещение имеем. И теневаем, упало чуть туда, вдаль. Чуть вдаль. Вбок и вдаль. Если... Значит, блик у нас никогда не здесь. Только при контржурном освещении с той стороны. А при нормальном, таком классическом освещении блик никогда не загоняйте в угол. Не загоняйте сюда в угол. Пусть он будет где-то отступив от угла. То есть мы рисуем идею шара. Чтобы выразить шар, блик должен жить где-то в этом месте. Соответственно, тень должна пойти туда. Чуть-чуть вглубь. Как правило, есть вот эта плоскость. Вот уже подсохла, поэтому я... Прихватилась красная. Поэтому я добавлю вещества. Это очень частая плоскость натюрморта вообще и натюрморта цветочного всякой. Итак, у нас обозначены плоскость уходящая. Причем, вы видите, я ее нарочито штриховал по высоте. Прямо нарочито. Чтобы показать, что она ушла туда. Эту я нарочито штриховал. Набирал даже. Штриховал. А набирал по горизонтали. Чтобы показать, что плоскость лежит. Там уходит. Эта лежит. Как правило, вот здесь немножечко темно. В месте касания кувшина к плоскости. То есть там теневая заливла. И теневая ушла и растворилась туда. Причем, теневая мутненькая, но жесткая. Особенно у основания этой тени. У начала тени. Вот она вот здесь. Такое впечатление, что она буквально линией очерчена. Если вы видите, то есть такое ощущение. Вот здесь внутри она уже немножко прозрачная, а здесь такое ощущение, что она линией очерчена. Это хорошие трюки, говорящие о знании художникам основ. Это вот все нехитрые вещи. Просто их надо учитывать, помнить о них. Еще раз смотрите, аж почти что линейка. А дальше она все чуть-чуть подрастворилась и может быть даже совсем ушло на нет. Часто даже художники вот здесь не делают внятную линию. То есть она срастворилась. Рефлекс, подверженная рефлексом круглость ухода вот этого плюс вот эта теневая. Они там немножко даже срослись. То есть весь акцент на вот эту линию тени. И, конечно же, на вот это закругление. А это как бы потерялось, растворилось. Свет немножко виден из-под теневой части кувшина. Прямо легенький намет на свет. Иногда и даже очень часто все художники обожают из-под теневой доставать свет. Поэтому даже может быть чуть-чуть усилен. Из-под теневой свет дает ощущение пространства. Сразу ясный уход этого пространства. Это же пространство должно прозвучать и с теневой стороны. То есть здесь будет свет, а здесь из-под теневой выйдет намек на свет. мы отсветлим теневую трюк, который тоже дает усиление опасности. Но прежде чем это усветлим, мы сначала здесь хоть немножко тянем света, чтобы это было естественно звучало. Допустим, мы вот набрали некий намек на зелень, некий намек на плоскости, некий намек на кувши. Теперь у нас какие-то цветочки. Как правило, где-то в центре что-нибудь важное. Не здесь размещать какие-то мелкие цветочки, которые прилично было бы там дальненько. Ну, периферии где-то. А вот здесь освещенный, какой-то красивый, красиво смоделированный, ну, удачный цветок. Вот здесь среди цветов чуть удачный, чуть меньше, а здесь красавец какой-нибудь. Конечно, ему надо выйти в районе этого пересечения. Может быть, с легким смещением сюда, поскольку сюда смещен свет. Здесь что-то главное. Может быть, по соседству еще кто-то. Почти главный. То есть мы набирая такие просто обозначения себе уже видим место будущих цветов. То есть мы не рисунок обкрашиваем как бедненькие, а мы все разумно раздаем, раздаем, обозначаем. Тут, может быть, какой-то цветок, который уже никнет. Здесь какие-то у нас цветочки могут быть. мелкие обозначать нет смысла, в основном все-таки крупные. Мелкие уже так понадобили. Когда мы допустим это сделали, у нас какие-то есть цветовые. Например, в этих букетах есть крупные пионы, ну, в основном пионы, а здесь кроме пионов розы и какие-то малюки по пендерингу. Теперь, когда мы вытерли красочку, мы очень легко можем наполнить чистым, практически чистым цветом. Обратите внимание, что палец можно такую вкуснятину положить кистью. Я думаю, что вы, кто пользовался кистью, помнят, что вот так цветок кистью легко набросить невозможно. Вы видите, как легко с этим справился палец. А тут допустим белый пионичичек. пионичичек. Может быть, я беру на картинке и желтый пионичек. Часть цветов будут смотреть в фаз. Прямо на нас. Вот этот уже хочет смотреть туда. И вот почему. Мы создаем идею шара. У нас идея шара здесь, и у нас идея шара вот здесь. Здесь свет с этой стороны, вот по той же праектории, теневая, и дальше по идее рефлексы, но поскольку это, скорее всего, будут цветы, цветочки, то они из-за своего цвета вот эту идею рефлекса шара немножко погасят. Но ее все-таки чуть-чуть надо подразумевать. идею рефлекса в этом мире. То есть самое темное вот здесь подразумевать. Поэтому если здесь встречается глубина букета, значит дать такой темности, чтобы вот эта линия темная выразилась. Если там лепесточек какой-то хорошо темен, на том букете, на котором мы рисуем, мы же с какого-то материала рисуем, мы понатыкали цветов, то если там какой-то лепесточек темный, прямо выразить его темность, потому что он на этой линии находится. Ну и плюс какие-то мелочевочки, возможно там не обязательно пальцем, можно кистью, можно мастихином чуть-чуть понабросать. красноту с той стороны. Теневые места. Если у нас существует красный цветок, то хорошо бы, чтобы его поддержал кто-нибудь из этой стороны. Эту красноту поддержать из этой стороны. Допустим, смотрит туда, куда-то. Может быть, даже наклонился, наклонился. Может, наклонился в ту сторону, ту. Может быть, этот наклонился в ту сторону. и может быть тоже в розовине. То есть, мы формируем идею композиции пятен. Причем, он не будет равен по светлости вот этому петлу центральному. Он немножко на периферии. Где-то в него вмазался тоновой цвет. И это делает его как бы немножко уходящим туда. А здесь вся яркая дружба. Тот и вовсе в тени. Этот не в тени, но как бы на периферии света. То есть, он такой яденький. А здесь самая светлая освещенная часть шахта. Здесь живет и светлые гостини. зеленого. И тоже, прежде чем вы возьмете за кисть, которая обязательно начнет набрасывать лишнюю краску. Вы, прежде чем позволите кисти нарушить вам что-то, можете пальцем понабирать. Какие-то листья могут заслонять вот тот цветок именно для того, чтобы показать, что он туда сможет. Так же и где-то здесь. Уходим от таких семестрий. То есть, вот сейчас нечаянно произошла семестрия. Уходим от нее. То есть, либо цветок у нас станет повыше, либо тут будем два цветка, либо все-таки взять его и переделить. этот повыше, этот по ним. То есть, семестрий избегаем максимум. Значит, в углы не упираемся ничем важным. Единственное, что подразумеваем линии диагонали. Для того, чтобы вот этими линиями загнать, загнать к вниманию зрителя салют. Эти же линии есть где-то и здесь. Поэтому и на приблизительно на этих линиях тоже что-то может быть обозначено. Нарочито обозначено вдоль этих линий, чтобы показать, чтобы опять композиционный трюк совершил. Вгонять зрителя в пересечение. Что-то крупное может быть здесь, что-то мелкое опять же асимметрия. белые цветочки в тени это у нас уже власть тени. Или скользящий свет, скользящий уже свет. Скользящий свет. Поэтому, например, белый цветок здесь уже не вполне белый. и тоже уже не смотрит в фаз. Смотрит чуть-чуть в три четверти в профилер. После как мы общую канву наметили, мы можем кисть можно кисть вполне. Значит, вот это любимый трюк художников световая из-под теневой можно осуществить в данном случае вы видите такой берильный мотив. штампик примерно одинаковый на двух картинках. Взял голубизну, немножко разбелил, немножко добавил разрезны, чтобы он не был скучно голубой и из-под теневой штриховал. светики. Появился эффект пространства? Я думаю, что есть вот это вот ощущение, да? То есть источник света падал сюда, но там некая плоскость, может быть, это драпировка, может, еще что-то. Сверх зашел сюда, ударился сюда, но за букетом вот есть тень, которая пошла сюда, а есть та часть вот тоже шел ударился сюда, то есть логика вещей здесь есть, и даже фотограф это делает, просто многие фотографы не знают этого трюка, и это видно сразу, чтобы было бы у него немножко художественное образование, он бы это сделал, и было бы еще красивее. в наше время этот трюк используется художниками не всегда, то есть импровизация на эту тему происходит очень часто, то есть не используется как бы классический вот этот трюк, но там используются другие какие-то классические узнаваемые вещи, и ты сразу видишь, работал профессионал, ну, чтобы мы работали тоже как профессионалы, мы должны помнить, что какие-то вообще основополагающие вещи в букете должны быть шарообразность букета, освещенность, грамотная шара, свет из-под теневой, обозначение, внятное обозначение плоскости, внятное обозначение плоскости. Не каша, а плоскость, плоскость, плоскость или не плоскость, а пространство заднего. Когда вот на эти темности потом выходят какие-то лепесточки, как правило, это очень красиво. То есть, вот когда эта теневая снабжена потом может быть таким-то крупным листом одного цвета, может быть у него даже там ножка, вы видите, краска очень подвижна, то есть ее можно моделировать и пальцем, и рукой, и особенно важно сейчас не перебрать краски, чтобы мочь еще это все разрабатывать. Потому что как только мы переберем краски, дорисовывание, выявление формы становится большой проблемой. Палец растирки мастихин не дает перенаварить краски. опять же темноту можно подсечь этой темноты, которая должна пройти по этой шар, можно подсечь главный цветок в глубину дать. Но не значит, что мы совсем шар рисуем, поэтому где-то здесь мигают и светленькие, освещенные листья. Но более освещенные листья, самые освещенные листья, конечно, должны быть где-то вот здесь встретиться. Вот здесь. все больше выражается форма шара. Опять, когда это с натуры пишется, и когда мы сразу поставили букет, правильно осветил, это все очень наглядно. Сейчас я делаю некий произвол, просто саму схему. Ну вот, допустим, мы подбирали, подбирали. Теперь же уже в принципе можно вырисовывать. И конечно, здесь мы можем взять и кисть, но лучше, вот я когда портрет мне делал, наставил на том, чтобы до самого последнего момента пользоваться пальцами. Потому что пальца достаточно, чтобы делать лепестки практически любых цветов. Кроме самых маленьких, которые и то вы видели, были брошены пальцами. Но палец дает возможность контролировать количество краски на всех. Контролировать. Мало того, он еще и прекрасно моделирует. Кисть обязательно смешалась, давала бы смешение этой краски с этой, если бы мы ее погнали туда. Либо положить надо было бы очень густой мазок, мятый, густой мазок кисти, который уже практически должен там и остаться. и ничего другого густота, которую мы уже не сможем моделировать. А здесь мы еще ничего толком не положим, уже разрабатываем форму. То есть уже у нас и цвет есть, и форма формируется, и ничего лишнего. я бы хотел, чтобы когда сейчас на перерывчик пойду, ощупали количество краски. Здесь количество краски играет очень важную роль. И соответственно здесь освещенные места. Пионы вообще обожают работу пальцами. лепестков. То есть у нас палец прям подразмер. И он и выходишь. Лепестков. Лепестков. Это у вас. Вот здесь волонятся волонятся мелкие какие-то. вот на светлых партиях если мы уже видим что складывается все хорошо можем чуть-чуть повторки подсунуть. А в теневых раньше ели ели. Если у нас не складывается то биться здесь бессмысленно. Снимается красочкой и приступается заново. вплоть до того что допустим у нас там грязновато в цвете. подтёрли. Возможно пановые пятна слишком поучаствовали в цвете. Опять подтёрли и опять начали в цвете. А это зачем? А это почему? Это показатель? Нет. Если бы там было бы невкусно смоделировано это не значит что надо надаптывать и надаптывать туда краски. Сбрили. Стерли и приступили ещё раз. Потому что именно на первом этапе укладки самое вкусное может произойти. Когда краски много когда там уже опыт неудач возник начинаются проблемы. мы уже с трудом улучшаем. А на первом вот этих баллоне на первом пируэта самое вкусненькое организование. Обязательно блюдём чтобы была свет тень и на малых формах. Это же шарик. Ну или близкий к шару предмет. Правда? И здесь у нас вы видите теневая световая тот же та же идея. И если мы не учитываем этого и к сожалению у новичков это очень большая проблема отличить свет от тени. Внятно первоначально отбрасываем теневую от световой. Внятно и работаем уже после внятного распределения внутри световой как световой и внутри теневой как теневой подразумевая что это не равно этому все время. Потому что когда мы увидели здесь светится лепесточек и мы сразу в полную силу. Он там может светиться. Может. Так же как свет прошел насквозь и там светло. Он может. Но вообще-то не там ему место вот такому светлому. Там место тихому светлому. Тихому. А мощному светлому место вот здесь. Зная это мы туда в ту меру не дадим. Хотя возможны нюансы и в одних случаях можно было бы и ударить. То есть все что тут в тени сохраняет некий сумрачный вид. Видите да? То есть здесь свет а здесь тень. Тень а вот этот рубляшок свет. то же самое и с темненькими цветочками. кстати вот здесь два фартука у пиона можно прямо отсюда вот если кому будет интересно сейчас опять же сбрели вытерли и прям попробуйте смоделировать вот этот цветок. Но все подойдите и ощупайте я сейчас тряпки все подброшу ощупайте количество краски количество краски количество подойдите прям пальцем сколько этой краски здесь сколько краски по нарубнике пощупайте растирочки ну я знаю что некоторые из вас уже были на руках поэтому щупали подобные вещи но тем не менее может кто-то не обратил внимание кто захочет погуляйте по периферии буквально порисуйте пощупайте это все я покурю потом еще немножко что-нибудь не не брежно совершенно не прилагаю никаких детей не только здесь достаточно небольшого но я кроме этого хотел еще высказать другую вещь вот мы как раз чай пили и зашел разговор о том зачем люди приходят к этой живописи что им от нее надо то есть мы все устаем быть только потребителями рано или поздно становится уже тошно только потреблять становится тошно а не потреблять не быть просто элементарным потребителем как-то не хватает собственного собственной фантазии выйти из этого и конечно же вот эти вот игры с искусствами они конечно нас немножечко сбивают а многих и сильно сбивают из этого потребительского скучного пути солдафонского от которого нет ощущения полноты жизни полнота жизни у человека появляется в трех вещах проявляется то есть когда он любит когда он творит и от словесности нашей это то что у нас то что у нас образ божий поэтому когда у нас ну словотворчество это и так мы целыми днями заняты конечно те кто любит слова творчество у них еще больше вы знаете как можно посмеяться просто от удовольствия сложенных слов и любить трудновато но занятие искусством а в данном случае как раз таким вот искусством которое прямо самое сердце музицировать труднее надо других напрягать свои своим своим шумом то здесь никого не напрягаешь и когда мы занимаемся творчеством мы сразу чувствуем недосухость души если мы не любим и если и чем больше мы нуждаемся в творческом проявлении тем больше мы нуждаемся во влажности души через переживание любовные любовные переживания наполняют душу это дает возможность творить возможность творения дает вас дает раскрывает еще душу для любви поэтому разговор о любви творчестве через творчество любви через любовь к творчеству это вот это одно из другого одно одно для другого и одно другом это я к тому опять же часто пример тех художников которых мы видим на улице не является правильным потому что в общем-то часто это люди которые свою жизнь как художники оказались не не состоятельными именно потому что они привыкли свое творчество в обычное ремесло на продажку хотя мы все продаем это постоянно учитываем но тем не менее когда мы упрощаем свою жизнь до вернисажа это но это не пример это одна сотая от нас художников на них смотреть ориентироваться не надо пьют многие давно часто но алкоголик художник от алкоголика не художник очень сильно отличается тот пьет и пишет а тот пьет достойно горькую пьет а этот пьет шубы смотрите можно поймать чаще всего ну конечно есть вариант если поймает может тогда пить ну когда он пьет она же немножко пьет но опять же это что же среди художников не так не так много именно алкоголиков пьяниц таких симпатичных пьяниц много которые с удовольствием прыгают но опять же от праздности потому что у художников много этой праздники это я к тому что действительно для многих из вас это ну панацея от скучной жизни вот у меня настолько жизнь не скучная из-за этой живописи вашей что у меня глаз красный спать некогда жалко спать ну какие ваши годы нет спать надо глаза так что ж там с листьями как будто вообще да 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 там все весь смысл по моему листья они так это наверно сейчас я вам покажу вот такую игрушечку мелкая да букет у меня наверное каждая десятая девочка пишет вот такой натёрмортик ну хотя бы один не вырисовывая да да Вот на такой фигнюшке можно обучиться лёгкости. Не начинать с этого. Здесь мы говорим об основах. Конечно, подошла, попробовала, не получается. Конечно, не получается. Потому что, ну, не по сеньке. Но это по сеньке, а это по сеньке. Сейчас мы посмотрим как сделать то, что по сеньке. Потому что разберегив руку, расшевелив, растанцевав её, мы потом со всякими там листьями как-нибудь разберёмся. Классическая живопись, она действительно требует фундаментальных знаний и какого-то толстого опыта. Поэтому я и не рекомендую соревноваться с теми, у кого за плечами по 12 лет. Я думаю, что мастихином вы делаете листик одним движением. Раз, и листик. Да. Но опять, тогда идёт урок. Конечно, мы. Сначала пробуем сами. Потом я прохожу, допустим, говорю, не так ты. Вот покажи, как ты делал. Вот так. Допустим. Я говорю, смотри, кроме вот этого движения мастихином существует, например, вот такое. Правда? Смотри. Да. Для того, чтобы такое движение существует, нужно хотя бы увидеть. Или проявить внимание, как художник, пока он там набрасывал, набрасывал. Ага. Уже стопы на этим макатубе делала. Ага. И делала. Да? Что вот это? Разве это невозможно? Да. Надо накинуть спановой эпидмамп. Да. И постоянно будет. Но это ж не листика. Это листика. А, это не листика. Это листика. Это листика. Ну, чтобы он ещё был более листиком, ты возьмёшь потом тоненький листок и ему ещё дашь содержание. И всё. Да. Там чуть светлее, там чуть темнеет. Просто листика пока нет. Нет, если ты думаешь, что мы сейчас сможем взять и сделать голландский натюрморт за время семинар, конечно, в этом речь не стоит. Ну, смотри. Я просохну. Это листика, чтобы не было. Ну, понятно, что это листика. Вот это листика написать. Ну, это уже да. Ну, уже так, да. Просто привыкни к тому, что это листики. Ну, он как-то выделается из гаммы и из вообще. А, ну так мы же в процессе. Мы ещё не дадём. У нас это был публикатор. Вот это тоже лиски. Просто привыкни к этому. Если ты к этому не привыкнешь, что это листики, быть тебе голландским каравашим. А если ты хочешь легкой современной жизни художника, надо. Я хочу легкой жизни. Надо легкой жизни. Не время, чтобы нагадами уходить. Я готова и поработать. Листики бывают. И профильный. Листики, фазы. Все это двигается, переставляется как угодно. Вообще не должно быть. Но, опять же, это когда пойдет сейчас речь на таком. Конечно, это требует выписки. Выписки, всматривание. Часто новичок... Вот проходишь, допустим, по кругу пишущих на мастер-классе, и каждый раз остановишься с одной и той же мыслью. Есть вещи, которые мы не умеем. Есть такие вещи. Да, мы технически многие вещи не умеем. Мы не знаем, сколько краски взять, как положить. А тут еще рука не слушается. Пропорции не те. Но есть вещи, где мы просто невнимательны. Когда ты обращаешь внимание, человек, ну почему? Здесь в угол забилось до пол. В угол забилось до пол. Там есть тетрадки? Нет. А у нее привычка дурная. Она еще, когда закрашивала тетрадные листочки в детстве, она там все до углов рисовала. Вот это или дерево. Какое дерево? Она знает, какое дерево. Дерево это вот так. Ой-ой-ой. Вот так. Ну какое же это дерево? Это скорее рогатина какая. А дерево это какое-то очень живое. Правда еще? Вот. То есть елочка это не восторг. Это восторг. Теперь никто не купит. Заметьте, во время деревоева никто не испортил вас. Зря они пощупали вас. Ага. Поскольку путь дальше скорбен, и это действительно сложные вещи, я не призываю просто, я даже призываю на первое время вообще от таких вещей отказаться. У вас со временем, а так я хотел сказать, что есть вещи, которые мы не умеем, но есть вещи, которые просто мы проявили не вниманием. По мере каждой следующей картины, где вы будете ставить задачу посильную, у вас появятся такие важные вещи, как внимание. Оно очень быстро может появиться. У взрослого человека, который внятно хочет рисовать, оно быстро может появиться. Ребенку трудно, там у него шило в попе, ну трудно его внимание взять, пока он сам этого не захочет. Как правило, уже к 20 годам он уже сам этого хочет, он идет в институт сознательный и так далее, и так далее. Но первые 8 лет часто в обучении живописи. В нем проходит без этого внимания, просто нечаянно усваивает что-то, похоть. Играя в футбол, где-то немножко идите к знанию. А у вас все для этого есть. Вы захотели, вы сознательно настроились, и можете это внимание приобрести очень быстро. И вот Максим в данном случае, там прекрасный пример, который за год обучения достиг уровня добротного художника. Какой он себе ставил вопрос, когда он начинал, он говорит, слушай, ты мне сейчас это показал, но я же это видел. Ну почему я это так сделал? То есть он для себя, свое внимание, очень быстро стал перестраивать свою способность ко вниманию. Почему я проявил мне внимание? Это я уже сейчас формулирую, это как слово внимание, а он говорит, ну это же вещи очевидные. Живопись это сплошные очевидные вещи. Сказать, что я не умею, это значит сказать, что я не вижу. Есть немножко технических приемов, есть усвоенность рукой технических приемов. Но сказать, что я не умею, в принципе, это слишком самонадеянно. Потому что Бог в нас заложил элементарно зрение, разум, интеллект и прочие вещи. Поэтому сказать, что я не умею, ну это не честно. Я просто не привык расследовать, сматриваться от предметов. И я говорю, что начните с задач посильных. Языков уже ввести пруд-пруди посильных для вас. Поэтому берете посильные вещи, но по мере работы в этой области, вы обязательно будете приобретать академического характера опыт и знания. Там даже элементарные листочки, которые вы описали. То есть, вот они прозрачные. Я подхожу, мазюкаю пальцем. То есть, я не знаю, где остановиться, где надавить, а где спустить. Это техника. Да, да, да. И очень хорошо это брать прямо из рук в руки у Мастина. Потому что всякие пособия, которые там существуют, ну очень тяжелая вещь. Еще очень тяжелая вещь это студии, где перед вами стоят задачи, как перед детьми. Нарисовать драпировочку, нарисовать куб, пшинчик, яблочко. Там, как правило, схема образования и медведя научить рисовать. И как бы вообще не учитывает ни наличие времени у человека, а взрослому человеку там некогда, просто тупо некогда заниматься. И он разочаровывается, что даже элементарные не может. На наших руках у нас задача показать, что мы можем сделать картину. То есть, у нас есть, конечно, пробелы, они сразу выявятся. Но мы можем сделать картину. Мы учим ход для изготовления картины. Пассивный для нас. А уже эти все опыты, навыки и прочее, прочее, по мере, по мере, по мере. Но я вам скажу, что вот те, которые прошли 50 уроков, ну это просто чудеса творят. Очень многие отваливаются через 50 уроков, потому что просто больше не нужно. Ну так иногда придут. А некоторые не могут, потому что им нужен движ, тусовка. И тусовка у нас уже есть, так же. Вот, тусовка и там. Вот. Я начал. Теперь, поскольку я исчерпал перечень тех академических задач, которые дальше пошли, технические. Вот, личник не получается. Вот, надо попробовать, пробовать, пробовать. И я хотел показать, как, например, вытворяется вот такое. И на таком можно очень хорошо тренироваться. И такое у вас будут с удовольствием брать друзья. И на продажку можно такое делать. И для себя. Очень веселая жизнь. У меня было так, урок. Девочка закончила картину, а время осталось. Она говорит, так, домой идти, домой не хочу. А там еще время, допустим, часик остался. Она говорит, да я сделаю вот такое. Уже она видела, как другие делали. И вот, клякает за полчаса это чепуха. И еще у нее какие-нибудь. Так. Вот мы это такое сделаем прямо здесь. Привыкнуть надо к тому, что это рабочая плоскутка. Прям привыкнуть. Вандализм. Да, да, да. Вандализм. Вандализм. Да, да, да. Я успел. Я успел. Я успел. То есть надо было поладать. Вот, допустим, мы часто... Ой, ну как это свою картину закрасить? А чем красиво сейчас получилось? Между прочим, на каком-то этапе могло бы быть так. Это как это... Контемпорел. А вот это, подписать сахаром. Взять другой кофе. Очень красиво, кстати. Мы иногда сталкиваемся, вот взялись за какую-то задачу, и чувствуем, чтоб ее дописать. Вот кажется, когда набираем только, то действительно кажется, ой, сейчас я ее через полчаса еще закончу. А потом видим, что, ой, еще писанинка. Только начали что-то одно выписывать, поняли, это на долг. Но это же не повод, потому что прямо ее и писать, и писать. Если, допустим, ты понял, ошибочка вышла, то, конечно, можно взять тут же и перестроить. Другое дело, если уже работа засохла, и ее вот так просто не перестроишь. Лучше, опять же, было. А если идет рабочий процесс, то бояться перестраивать тут же на ходу картину не надо ни в коем случае. То есть тут же взяли и перестроили. Это опыт перестройки. Они уже никто не знает, как художник приходит к тем или иным вещам. Просто не знает. Потому что надо заглянуть. Художники, как правило, показывают уже удачные вещи. Особенно если речь идет о видео, то вы же, конечно, не видите его каторги, вы видите только удачу. А вам как раз предстоит то, что он не показывает. Ну, если там два сантиметра живописи, значит, мутился он долго. А пока не увидишь этот рабочий процесс, что могут быть ошибки, могут быть тупики, то страшно мне кажется, что я что-то не так делаю. Все так, нормально, перестраиваем. и глазом, и огнем. Тоже ведь, красиво. Да, очень. Вот кто скажет. Даже в момент переструки, например, вместо вот этого теперь появится фигурка. Лежит. Затушит. 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 Я видел. Ну, тоже видно, что они не на скопольщике и иду, чтобы что-то, может быть, сохранить. Затушит. 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 Затушите. Затушит. Ребята. Это плоскость, на которой будет стоять что-либо-либо. Если есть возможность совершить поступок, покажите свой жест. Во-первых, коллеги по цеху построятся. Во-вторых, люди сейчас, именно эти вещи им нравятся. Это вот та самая недосказанность, та самая легкость, бодяжность. Позитивно. И вот тогда нам с вами нужно потренироваться делать листики. Можно просто закрасить, уныло закрасить фановым пятном холст. И пигантичный, потому что пытаться рисовать эти, робенько-робенько. Можно тут же изготавливать вещи. Пробовать, рукой мотать, и так, и сядьте, и прямо. Надо танцеваться в долг. Это когда тебя никто не видит, ты можешь петь, ты можешь танцевать. Вот так вот, тебя никто здесь не видит. В такой каше никто не видит. Поэтому валяй дурака, вдовы. И такие листочки, и всякие. Наверное, самая большая проблема, это разрешить себе. А мы же не знаем, а можно это себе разрешать? Ну, не должны, мы чисто дышать и все. Вот мы же не знаем. Хорошо, вот сказали. Пиши, как дышится. Как? Швырни краски и начни ее. Диагональ. Про диагональ. Про секретно. А? Он же не думает. Диагональ. А не говорили, я не могу автоматически думать. Да. И вы видите, что в диагонали кто-то туда устремился. Просто это не значит, что это преобязательство. Что-то может быть и не преобязательство. Достаточно, чтобы узнавались вообще школьные вещи. Школьные проявления. Что да-да-да, видно, что кое-что живет сюда. То есть не ярмарочная живопись, а просто перечисленные предметы. Ну, как дети рисуют. Лист бумаги. Здесь солнышко его научили рисовать. Все предметы расставлены так, что ни один предмет не заслоняет другой. Это так рисуют дети. Ну, это и проявление. Такая иконография. А взрослая живопись, это уже живопись не иконографичная. То есть она видит пространство, она заслоняет предметы. И чем больше предметов заслоняют друг друга, тем больше этого пространства и появляется. Но опять же, детская живопись это расставленность. Поэтому, скорее всего, от детства у вас тоже будут эти вот грешки. елочка какая-то я показал какая-то. И так далее. Солнышко где-нибудь с припеку сбоку. Вместо того, чтобы где-нибудь. Или подразумевалось только закатом. Вот это вот тренировочки вот такого характера. Вот эти даже сейчас вот такие натёки очень модны. Прямо модны. Иногда мы даже уже написали, подбросим, она потекла потом. Модно. Какие-то цветочечки. Даже просто раздавая, раздавая вот эти вот эти звуки на картине мы уже учимся что-то моделировать. Легко общаться с мастерином. Может быть пальцем где-то там. Сейчас вот человек так теряется, как смешивать картину. Вот прям вот болит. Не там, вот здесь прям. Где-то какие-то запятые сработали. Тут я помакал-помакал, а здесь, допустим, запятые сработали. Намёк на какой-то... Нарцисс. Или вот а-ля ромашка. Ромашка. Сколько версий нарисую, чего хочет. Чем-то, давайте тебе выберем цветочек, который захочет. Который захочет из предложенного, да? Розные бельфины там. Металл прямо такой густяки краски можно дать. Она возбуждает очень густота краски. Почему-то эти вот абстракции, сделанные густой краской, часто стоят безумных дюйм. Много краски. Густой все-таки от краски. От шика пользование краски тоже возбуждаются. Да, уж эти не пиво на банке. Намок, короче. Вот даже так. Вот не рисовать вот прям этот силуэт. Да, такой же там силуэт. Ну-то так. Может быть, человек не рисовать, а блик поздравить. То есть по форме, да? Штришок произошел. То есть жестик по форме. Человек сам подумает. Безумно. Безумно. Продолжение следует... Здесь тоже, да, вот эта тема шаров, мультфетов, свет, мультфетов. Просто уже здесь мы так не заморачиваемся. Если там мы заморочились на эту школьную программу, то здесь чуть посвободнее, чуть повеселей. Где-то лёбышко на стихе. Вы видите, центр только освещен, то есть периферия поспокойнее. Ну, не знаю, собственно, и всё. Можно ещё на стол кинуть цветочки. А, точно-точно, на стол кинуть цветочки. А, точно-точно, на стол кинуть цветочки. Или бессоники, или цветочки. Здесь не надо след залазать как-то. Ну, не обязательно. В таких случаях уже не обязательно. Хотя можно. Понятно, что пановое пятно должно быть быть почище в цвете, да, поскольку там уже каша. Ну, и такая глубина цвета тоже вполне устраивает. То есть это грязь ца, такая, а-ля под старинный интернет. Вот. Вот в этом случае я как раз хотел бы, чтобы вы действительно подошли, особенно вы, и всё-таки пощупали. Я специально от академической перешёл к этому, для того, чтобы вы увидели, что вам стоит делать. То есть сначала разыграться, сделайте десяток. Купите холстов. Десять холстов. Будут вам стоить. Сейчас скажу. По двадцать. В среднем по двадцать долларов уйдёт. Нет, больше. Хорошо. По тридцать долларов уйдёт на создание картинок. Вот выделите триста долларов, сделайте десять таких игрушечек, и вы уже почувствуете, что вы художник. Смешно. Может быть, какие-то картинки подберите. А нам мотивом будет вот этот натюрной. Вот этот букет. Вот вы нашли в интернете какие-нибудь фото, или с чужих картин там посмотрели. Взяли себе материалы, разложили при собой. Десять холстов. Два дня – дурачитесь. Уверяю вас, после этого игрушечек триста долларов можно потратить на башмаки. Через десять картин вы иначе будете на улице выходить. У вас за плечами десять картин. Холстов. Молодой, когда вы будете это писать, не пишите так, как будто вы там умеете. с этим параличем не подходить подходите с тем что вот вы видели вот как будто вы рассказываете там своей сестре дочке кому годно я была на мастер-классе значит что он советует сама под расскажи девочки которые говорят как мне побыстрее вырастить давай руки разница между тобой прошедшие 30 уроков и человеком который придет уже невероятное космическое он из небытия в бытие а ты из бытия поэтому подойдите к холсту так как будто вы кому-то рассказываете то чтобы не цепенеть следующий семинар у нас ради тем есть женщина гипотетически женщины и живопись это как бы немножко все время эту тему оговариваю а поскольку у нас вся аудитория женская то вот мужчинам же нет философские ваши философские